всем привет в данном видео поговорим про такую тему как конструкционные плоскости и соответственно про одно из правил моделирования это то что основные линии должны быть в плоскости вот я сразу же выражу благодарность одному из подписчиков канала за то что предоставил две очень замечательные ссылки по которым есть такая скажем раскладка по правилам и по дополнительному материалу к сайту alias workbench.com и приступим то есть на сайте есть вот такой вот случай то есть вот такой вот мышь и на основании вот этого мыши у нас показываются для начала кривые то есть я вот так мышь вскрою пока что то есть вот эти кривые они по факту в плоскости почему в плоскости если еще раз включить мышь и выключить кривые включить вот здесь есть слой helpers то мы видим плоскости ну вот они соответственно по ним сделаны линии я вот эти две плоскости которые для построения колесных арок я их скрою и соответственно если включить теперь плоскости вот таким образом то мы видим как это вообще все происходит я предлагаю посмотреть на это дело вот с этой стороны то есть что имеется в виду ну я буду наверное скорее всего так отрисовывать чтобы понятно было да вот мы видим одну линию соответственно видим вторую линию это плоскости то есть опять же вот тут мы видим тоже плоскость то есть я почему начал на виде сбоку это все показывать потому что здесь немножечко легче но тут скажем так хотелось бы хотелось бы вот эти вот лишние плоскости то есть вот эту вот это пока что лишнее как бы они не особо то и лишние но в данном случае будем считать так то есть я сделаю их невидимыми пока что и вот эту тоже сделаю невидимой ну и вот эту тоже можно убрать то есть получается вот у нас на вот этом виде есть одна вторая третья и четвертая и кстати вот эта часть вот она не у всех может быть ровная то здесь данном случае нам показывается плоскость вот но не всегда это присутствует ну то есть надо смотреть по скажем так по обстоятельствам на то есть этими плоскостями мы разобрались вот они у нас есть то есть мы их приблизительно там себе запоминаем теперь я сделаю то есть отображу все что было и возьму плоскости которые мы уже смотрели то есть вот эти вот эту и вот эту скрою вот можно как раз заодно скрыть и вот эти вот эти ну то есть уберу их да и будем теперь смотреть вот она плоскость по ней тоже кривая идет то есть вот если посмотреть вот она кривая в плоскости то есть я буду сразу поверхности вот эти скрывать с этой определились соответственно плоскость вот здесь крыши ну лобовое стекло не будет конечно в плоск верни боковое стекло не будет плоскости но сама линия вот она идет вот она в плоскости то есть вот она плоскость соответственно забираем этот объект скрываем его дальше вот эта большая линия которая идет через весь корпус да она тоже вот в плоскости то есть если вот так смотреть она в плоскости соответственно мы ее вот эту поверхность убираем вот идем дальше вот еще на виде сбоку у нас еще есть одна плоскость то есть если вот так переключиться вот она то есть я вот эту плоскость вот это тоже скрою уже идем дальше смотрим что у нас тут тут у нас получается плоскость идет через крышу вот но это для линии задней части вот этой то есть вот эту плоскость тоже я скрою вот смотрим дальше да вот эта линия то есть вот эту плоскость скрываем и соответственно вот она линия еще одна то есть она тут до какого-то момента доходит вот линия да а там дальше идет у нас ну соответственно если вот здесь была плоскость вот здесь плоскость то вот тут между ними по кривизне можно спокойно поставить дополнительную кривую то есть основные линии получаются у нас плоскости соответственно вот эту часть мы выбираем скрываем и у нас получается вот такая вот часть но может быть это хороший пример вот может быть нехороший как бы мы там разбираться не будем но вот он такой есть то есть он дан для того чтобы понимать вообще что происходит с нашими линиями основными да на кузове то есть мы по этому поводу определились вот здесь тоже плоскость будет вот тут вот на этой линии тоже должна быть плоскость там дальше как она там идет это нас уже сильно не интересует ну вот здесь будет линия то есть она должна быть вот скажем плоскости да ну а дальше там она уже начинает уходить вот ну то есть как бы мы по идее посмотрели что здесь происходит вот этот файлик будет к видео приложен ну покрутить модельку можно здесь все как бы немножечко прояснилось то есть основные линии которые идут по кузову должны быть в плоскости ну я почему сказал хороший это пример или нехороший здесь тоже как бы можно пытаться разобраться так вот это я удалю чтобы оно не мешало соответственно если разбираться хорошие нехорошие тут можно к разным выводам прийти но здесь вот такой пример на котором явно это все видно то есть возникает вопрос а если пример который скажем ну можно увидеть не явно я взял простой обычный меш вот такой то есть ну полная версия вот такая соответственно кузов вот такой вот и теперь у нас есть возможность попытаться посмотреть что из этого может получиться то есть выйдет ли что-нибудь из того что у нас есть я предлагаю сразу прийти вот сюда на вид сбоку включить вот такой вот вид да карту кривизны нашу и смотреть что у нас здесь будет получаться сразу изначально смотрим на линии которые будут прямыми то есть я для начала их прострою потом сделаю так как они должны идти по идее то есть беру обычную кривую первой степени мне больше не надо поставлю где-то вот в это место вот тут и соответственно поставлю где-то вот тут то есть просто линию на сбоку она в плоскости то есть если посмотреть и где она у нас там строится она строится вот плоскости и соответственно переходим снова на этот вид то есть я вот тут сделаю чуть-чуть прозрачность побольше ну где-то может быть 0 5 вот посмотрим что из этого получится он правда сразу не хочет делать но сетку можно отключить вот ну чтобы видеть и вот эту часть и кривую то есть правильно она идет или неправильно беру object edit extend merge соответственно просто продляю там чуть-чуть за границы меша да то есть это вот одна у нас линия соответственно следующая линия опять же берем я привяжусь control alt к мешу и привяжусь просто ну вот таким образом соответственно опять же object edit extend продлю вот эту часть тоже за пределы вот сюда вот так это две линии наверное с которыми мы можем согласиться единственно здесь что можно сделать взять свишку и чуть-чуть приподнять вот так вот это будет ближе к тому что необходимо следующий вариант это вот эта линия опять же беру кривую ставлю где-то вот тут с привязкой ставлю где-то вот тут соответственно беру extend merge расширяю то есть я пока иду просто по линиям которые вижу и по которым там приблизительно наверное должен ориентироваться вот она эта линия ее можно приподнять чуть-чуть повыше то есть взять объект сказать move и клавишами выровнять то есть вот так чтобы она там на линию попала вот эту линию вот эту линию можно не трогать потому что это притяжка то есть здесь можно поступить таким образом но если сильно хочется то есть сказать вот так и сказать вот так для начало и соответственно сделать objected extend то есть в одну сторону и вот сюда теоретическое пересечение нашли это уже хорошо опять же можно взять свишку искать move и move сказать клавишами то есть подравняться например вот таким образом то есть все отлично идем дальше опять же кривая первой степени соответственно ставим где-то вот сюда ставим где-то вот сюда вот так опять же objected extend соответственно выделяем возвращаем чуть-чуть назад продляем чуть-чуть вперед продлили то есть здесь остановились вот эту часть можно тоже сделать таким же образом то есть не обязательно там делать арку в этом случае можно просто напросто посмотреть как это будет выглядеть вот в таком представлении то есть я вот тут продлю чуть повыше и вот тут продлю повыше возьму кривую вот эту скажу move и чуть-чуть подвину ну где-то вот так следующий вариант это у нас можно взять очень близко друг другу вот здесь и вот здесь вот таким образом и продлить опять же здесь единственное придется в конце перепроверить как у нас идут наши кривые потому что некоторые части которые я вот беру за меш прикрепляя они вот выглядят вот так не очень хорошо поэтому на виде сверху желательно вот это все вот это взять свишки все выделить да искать move соответственно включить сетку то есть move зажать alt и положить это все вот так на плоскость то есть мы все ложим на плоскость ну пускай сетка будет включена если что мы ее выключим дальше следующий вариант опять же можно пробовать сделать такую часть то есть прийти вот предположим сюда и прийти вот сюда вот так сказать расширить и соответственно расширить да то есть расширяем если что-то не так можно переключить вид сказать что это у нас двигается вверх и соответственно клавишами подвинуться но я подвину вот так пускай будет вот так возвращаясь вот в этот вид то есть пока что оставлю ее вот таким образом пускай будет соответственно следующий вариант это у меня вот эта часть насколько я понимаю то есть тоже object edit соответственно здесь extend вот так то есть расширили идем смотреть дальше что у нас здесь происходит следующего порядка следующий я хочу прийти вот сюда на крышу вот сюда и сказать ему что у меня есть кривая ну с привязкой то есть выбрать кривую с привязкой к мыши небольшой кусочек сделать вот так и соответственно ее расширить она там тоже не в неверно вот она расширяется не так как необходимо но ее можно в принципе расширить потом вернуться на место то есть тут как бы ситуация вот такая с этим всем то есть расширили да это же переходим сюда вот у нас там дополнительно появилась это все выбираем двигаем соответственно с альтом ложим на плоскость и вот эта часть она нам кое-что подскажет то есть я вот это выделю возьму и чуть-чуть подвину где-то посрединке пускай будет вот так то есть я подвигаю так стрелочками вот тут возьму я уже буду располагать это все на плоскости то есть мы приблизительно можно вот так поставить вот только двигать не севишка двигать все кривое то есть выбрать кривое и подвинуть стрелочками ну приблизительно вот так средний вот эту я пока не ставлю как бы она мне там сейчас пока не нужна сильно здесь можно попробовать еще поставить вот эти места где у нас резко будет то есть чуть ближе подвинуться на поставить например по серединке вот тут и поставить вот тут по срединке пускай будет то есть вот так определились дальше у нас идет можем сразу же поставить вот тут ну и соответственно вот провести его так то есть ровно к и расширить вот таким образом да и взять вот тут соответственно и вот тут то есть мы теоретическое пересечение мы тоже там нашли для бленда то есть вот это можно если не сильно нравится вот эту часть можно чуть-чуть подвинуть то есть немножко отравняться как бы там вот так да то есть сделали вот тут эту часть вот теперь следующий вариант можно сделать offset но я offset делать не буду я сделаю вот тут то есть вот в этом месте вот тут и соответственно вот тут то есть вот так да сделаем вот эту часть и расширим ее за пределы соответственно можно пробовать сделать вот здесь но я пока вот этого делать не буду то есть мне там пока что это не нужно вот то есть мы кривые здесь набросали теперь переходим на вид сверху смотрим что у нас тут получается я тут сетку пока отключу вот и чуть-чуть уменьшу вот здесь поставлю 25 только 0 25 вот так чтобы видно было здесь у нас есть тоже некоторое количество линий которые нам говорят о том что они будут идти в плоскости как бы то есть я какие линии имею ввиду их вот здесь вот обозначу то есть меня интересует как минимум вот эта линия вот это 1 1 соответственно другой стороне 2 cups вот эта часть дальше меня интересует линия вот это 1 2 дальше меня интересует линия вот это то же самое 2 линии вот они дольше меня다는 линия вот это и вот это и дальше меня интересует линия вот это вот тут соответственно тоже вот тут и дальше меня интересует линия вот это но она будет где-то вот до вот этого момента идти и соответственно на другой стороне будет тот же самый вариант то есть вот эти линии меня интересуют я предлагаю такой вариант то есть пока что мы не знаем как их поставить да как их построить но у нас есть возможность ну предположим взять простую кривую второй степени привязаться вот сюда вот в это место с control alt чтобы за границы мэша не выходить да и прийти предположим вот сюда у нас есть и вишка посередине то есть мы просто на виде сверху да двигаемся вишку ну предположим вот сюда и двигаемся вишку ну смотрим да как она там будет у нас отрабатывать то есть нам желательно попасть форму которая нам здесь вот предлагается ну опять же свишки можно чуть-чуть подвигать то есть брать свишку и двигать ее так как необходимо я чуть-чуть ее вот так вот подвину вот таким образом ну чтобы линия хотя бы немножко у нас повторялось вот то есть вот эту часть оставлю пускай она будет такая как есть в данном случае то есть это пока просто линия ее можно взять и на вот этом виде опять же опустить вниз то есть если я выберу move да то я могу ее опустить но у меня здесь желательно она будет включить опять же сетку вот и опускать ее вот так но она там может чуть быть неровная поэтому лучше выделить свишки и соответственно с альтом привязаться опустить на плоскость то есть вот мы их опустили она теперь на плоскость у нас вот эти боковые части на одной плоскости верхняя на другой то есть на виде сверху смотрим да вот у нас линия там есть и следующий вариант опять же берем вторую степень находим вот здесь место пускай будет вот так и пускай будет где-то пусть будет вот тут вот так берем свишку соответственно делаем move ну подвигаем так как должно быть по форме приблизительно вот так то есть это у нас еще одна кривая вот теперь у нас идет следующий вариант я беру первую степень пока что привязываясь control alt здесь привязываясь control alt вот здесь вот и делаю object edit соответственно extent merge то есть расширяю вот эту и расширяю вот эту там насколько я расширять это уже как бы личное дело каждого ну будем считать вот она должна быть ровной да но чтобы она там попадала на мышь мы все-таки возьмем объект возьмем кривую скажем move и чуть-чуть ее сместим внутрь чуть-чуть совсем на пару шагов на пару делений сместились да теперь следующий вариант опять же кривая соответственно второй степени вот я поставлю вот тут и поставлю где-то вот тут вот так то есть она там получается между ну то есть если взять свишку вот эту да сказать move чуть-чуть вот ее там подровнять то есть она будет вот такая вот тут прийти посмотреть где она здесь стоит то есть вот тут она не в том месте да то есть ее сместить ну до какого-то состояния вот здесь например посредине пускай будет вот и теперь соответственно взять свишку вот эту и двигать ее ну для начала подвинуть вот так то есть попытаться попасть там форму пускай будет вот таким образом то здесь и продлить то есть опять же сделать extend продлить сюда и продлить сюда я на вторую сторону их не копирую потому что ну пока не надо вот мне единственное только нужно теперь как бы вот эти кривые которые есть вот вот эти кривые я сделаю новый слой вот так да то есть поставим что это у нас curve только на русском языке он писать не хочет название ну поставим на английском то есть это у нас curve единственно только нам желательно эти curve их можно если есть желание их можно подписывать то есть перейти вот сюда вот это можно скрыть вот это открыть вот это кривые то есть для того чтобы понимать в какой плоскости это все находится лучше подписать то есть это у нас zx ну или xz пускай будет так да то есть это вот одна плоскость вот мы ее отделили включаем еще разок у нас остались cv-шки наши на кривых которые нужно положить на плоскость вниз то есть move соответственно alt положили ну каркас я уберу вот и теперь получается если я выберу кривые вот эти ну пускай будет отображение включено вот теперь у нас получается xy да то есть мы вот тут можем создать новый слой перенести эти объекты и написать что это curve xy пускай будет вот так да и соответственно отключить то есть мы положили их вот так вот на плоскость там как они лежат в пространстве нас это особо не интересует важно чтобы они находились на плоскости теперь следующий вариант вот тут у нас вот тут вот идет то есть если я переключу да вот у меня идет еще одна часть то есть я хочу взять еще одну кривую второй степени пока что поставить это вот ну куда-то предположим сюда и куда-то вот сюда вот так взять cv-шку и ее подвинуть так как она должна соответствовать форме да я вот эту чуть-чуть приподниму то есть приблизительно вот так то есть меня вот здесь все устраивает опять же я возьму object edit extend соответственно расширю сюда и расширю там куда-то вот до этого места то есть меня вообще все устраивает вот в этой части и еще одну кривую желательно сделать такую то есть мы сетку удалим она вот идет вот она идет линия вот она идет 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 и она там куда-то приходит куда она приходит можно подбежать поближе вот она вот здесь начинает заворачиваться поэтому я вот тут ее поставлю где она более-менее имеет ровный участок да и вот тут то есть ну если с control alt привязываться она будет прыгать вот ну можно там попасть как бы небольшая проблема соответственно св-шку взять вот эту и подвигать ее так чтобы она была вот в плоскости ну вернее чтобы она попала на нашу вот эту вот форму то есть ну тут можно двигать долго ну в принципе вот так например пускай будет таким образом то есть и получается теперь желательно это все продлить то есть ну я продлю вот сюда вот так подальше и продлю вот сюда вот так тоже подальше то есть продлил теперь проверяю все ли у меня на плоскости нет не все то есть забираю севишки вот если говорю мув соответственно с альтом опять же сетку можно включить то есть вот положить вот так в общем стандартные вещи мы как бы наверное скорее всего уже сделали теперь получается нам необходимо делать такой себе момент можно делать проекции можно можно делать там разные вещи можно как удобно так и строить соответственно получить вариант тот который необходим я вот эту вот часть пока скрою возьму вот эти кривые перенесу их вот сюда то есть они в другой плоскости да ну пока мы с ними дело иметь не будем вот у нас получились вот набор кривых которые есть теперь нам необходимо сделать что я вот этот mesh body уберу кривую и вот у нас как бы получается какой момент берем кривую первой степени соответственно привязываемся например сюда и по игреку толкаем ее вот туда это нужно сделать у всех кривых совершенно у всех вот одно и то же действие то есть найти точку привязаться и сделать дополнительную кривую то есть у всех без исключения ну вот тут привяжемся вот сюда вот так вроде как бы все там на том месте да теперь перейдем к вот этим то есть вот тут и сразу средней кнопкой подтверждаем то есть это будет x если левая кнопка то есть нам нужно по y то есть подтверждаем сюда я вот тут буду делать вверху привязку можно внизу здесь как бы не сильно критично важно чтобы у каждой вот этой кривой была вот такая часть долгий способ это не долгие здесь как бы особенно в данный момент меня это не интересует потому как бы указывать не стоит что это долгий способ все долгое вот если вам не нравится долгое это не ваша это не ваша работа бросайте ее и соответственно идите не знаю там заниматься чем-то другим если долго либо придумывайте способы где быстро то есть все в ваших руках вот соответственно сделали да теперь получается у нас такая штука я вот тут создам новый слой это вот как я по поводу этих людей которые говорят о этом долго вы там нудно в этом занудно и там еще что-нибудь а вы себе представьте если хирург будет делать операцию да и вот ему стало нудно занудно и долго так развернулся и пошел что будет пациента не будет поэтому как бы если вы хотите что-то сделать то соответственно привыкать там к тому что это долго нудно это трата нервов здоровья сил поэтому как бы если вас не интересует сразу разворачивайтесь уходите это не ваше то есть если у вас нет терпения хотя бы минимального то это не ваше и все если вы гений грубо говоря но есть же аутсайдера из гений да как в известной книге если вы гений придумайте способ как делать это быстро в течение секунды вот чтобы успеть убежать в роддом пока жена рожает поэтому вот такая вот ситуация либо вы просто молчите и все ну то есть не надо высказывать свои вот это долго недолго сделайте быстрее это ваша проблема легче всего высказать что это долго в общем построили вот эти части вот они есть теперь делаем слой который назовем сиплейн повторюсь такую вот штуку скажу что вот эти конструкционные плоскости точно таким же образом будут строиться и в рино только там легче там чуть чуть быстрее это все делается немножко быстрей вот поэтому ситуация вот такая и теперь получается нам необходимо простроить для начала плоскости строим плоскости идем в construction соответственно здесь есть plane не просто plane которая в серфайсах лежит вот это вот это сюда пока мы не идем она нам не нужна вот мы идем в construction здесь есть plane вот этот plane есть по разным видам то есть view из вида создать по трем точкам соответственно разрезка это геометрия и мировые координаты мне нужно три точки вот у меня стоит три точки и соответственно что я делаю я с control alt привязываясь к центру вот сюда с control alt привязываясь вот туда и с control alt привязываясь вот сюда вот она моя плоскость он просит ее поставить конструкционной плоскости я пока не буду этого делать то есть мне сначала их нужно все сделать как минимум то есть опять же ставлю сюда ставлю сюда ставлю сюда три точки вот она плоскость вот и такие плоскости простроить полностью по всем вот этим нашим объектам опять же повторяюсь процедура длительная но она себя потом окупает чем больше мы тратим времени на подготовку да тем лучше у нас в итоге результат это давно известно то есть тут как говорится их бабки не ходи что если мы на подготовку потратим секунду да можно представить себе там бои на восьмиугольнике да боец потратил на подготовку свою одну секунду что будет мы его вырубят в первом раунде буквально первой секунде вот если подготовку проходил в течение длительного времени хотя бы может там выстоять чуть-чуть но бывает конечно такие фортили что готовился десять лет да и вырубили прям моментально но это редкость в большей степени там процентов 90 все это влияет вот у нас здесь не бои на ММА да и на восьмиугольнике там вот эта вся нынче модная часть у нас здесь просто-напросто борьба с объектами с плоскостями то есть вот тут ну желательно как бы проверять здесь можно сразу переключиться вот сюда и как бы создавать плоскость следующую здесь единственное важно что следить за тем чтобы ну во первых они были все созданы во вторых где мы ставим вот здесь уже неправильно пошел то есть ее нужно поставить вот сюда вот сюда и вот сюда ну то есть чтобы не было там каких-то задвоений вот да то есть ну вот вроде как все есть теперь перейдем вот сюда верхняя там получается есть теперь желательно создать вот эту вот так дальше создадим вот эту только я поставил конструкционную плоскость пока что мне это не нужно вот и соответственно создадим вот эту можно просто сбрасывать то есть смотрим да должно быть 4 1 2 3 4 1 2 3 соответственно все есть здесь как бы все есть вот они у нас получаются находятся вот на отдельном слое то есть лучше их держать на отдельном слой опять же я вот здесь подпишу что это сиплайн xz вот так то есть чтобы понимать что это у нас эти плоскости которые нам необходимы со вторыми плоскостями там немножко дело будет обстоять иначе чуть-чуть там еще дополнительный появится вариант вот и теперь получается если открыть вот эту часть скрыть сетку можно перейти вот так чтобы оно там было можно кстати вот эту часть пока сделать неактивной пускай она будет только единственно здесь конечно желательно поставить может быть где-то 05 чтобы хотя бы мы увидели вообще что там где наш корпус и с чем мы вообще работаем вот теперь пришло время строить наши поверхности поскольку у нас конструкционные плоскости есть то мы соответственно можем спокойно теперь брать sexy plane инструмент то есть установить плоскость ставим нашу плоскость вот она да она уже поставилась то есть если сетку включить он сетка у нас перевернулась вот у нас есть вид топ ставим сюда теперь мы на плоскости нам что теперь необходимо сделать у нас она по длине вот такая теперь идем создание поверхностей примитивы у меня они здесь тоже вынесены вот она плоскость ставим alt привязываемся сюда берем вот этот значок и расширяем плоскость сначала вот так побольше да потом вот так по длине главное чтобы она была ну мы смотрим что мы вообще делаем то есть вот . этой плоскости вот . этой плоскости то есть заточки выводим и она получается у нас есть то есть вот мы ее сделали соответственно здесь получается я бы сделал вот такой вот слой который назвал бы plane plane xz вот так и вот этот plane перенес бы вот сюда ну и дал бы ему какой-нибудь свет чтобы он там пускай будет по краям зеленый чтобы он там отличался чтобы мы видели где у нас плоскости уже готовые на то есть пунктирные у нас получаются конструкционные плоскости а обычная линия это у нас просто плоскость вот для того чтобы из вот этой части выйти возвращаемся на construction нажимаем toggle c plane вот он поменялся вот вон она там плоскость вот она в нужном месте все как положено можно нажать home и посмотреть если она там или нет есть соответственно set plane опять же вот она то есть ставим можем поставить ботом но ботом не интересно поставим топ то есть получается у нас здесь единственное что может быть неудобно то есть переключимся еще разок желательно нажимать home он вернется на место здесь единственное что лучше всего когда мы выбираем вот эту часть да вот она вам сразу ее я включил он сразу на нее переключился вот лучше всего сказать что вот этот объект выделен чтобы мы видели когда мы ставим ну то есть он нам предлагает вот вид ботом вот тогда то есть если я включу вот он и на вот этом виде но можно топ можно вот он как бы совершенно без разницы здесь кому как удобно и мы видим вот эту часть где у нас то есть берем плоскость соответственно alt опять же ставим для начала просто расширяем ну и дальше расширяем она вот за вот эти точки должна выйти вот она вышла соответственно переключились вернулись домой то есть домик нажали да вот и посмотрели вот у нас все есть для плоскости есть то есть можно спокойно вот так вот сделать да теперь у нас есть возможность если вдруг мы что-то там не доделали взять этот объект вот этот и по скейлить то есть если мы будем делать скейл тут еще зависит от того какой мы скейл делаем мы например хотим сделать нам пропоршнл скейл то есть получается у нас вот такая вот часть я средней кнопкой чуть увеличил мне важно чтобы она за границы выходила вот то есть я стою на этой части и соответственно создаю плоскости то есть если перейду вот сюда можно начать там с любого места можно вот с передней части начать как бы вообще без проблем с какой части желательно вот тут открыть то что мы пленом пользуемся конструкционным здесь plane который вот ну как бы удобно до 1 2 чтобы не ходить там панель не искать где-то все находится соответственно если я выберу этот объект скажу что вот это у меня часть вот скажу топ и вот тут где у меня в принципе удобно на то есть поставить вот так соответственно поставить вот так увеличить там это все настолько насколько необходимо приблизительно вот так и дальше чуть чуть дальше чем корпус провести переключиться вернуться домой вот и посмотреть вот мы тут как бы пришли да можно вот так вот сделать потому что чуть-чуть это может мешать вот теперь мне необходимо выбрать нижнюю то есть вот он ну желательно как бы проверять потому что может быть такая часть что он не захочет брать положим нижнюю возьмет верхнюю вот соответственно у меня зеленая вот под по нижней линии мне нужно вот это ну и опять же если в эту сторону растянуть можно растягивать одинаково только вот это лишнее убрать то есть сразу растягивать одинаково можно потом растягивать но я возьму нон пропоршинал соответственно чуть-чуть это все уменьшен и вот в эту сторону растяну чуть-чуть побольше но здесь иногда бывает такая штука что может можно переключаться вот можно делать это все из другого вида если не получается из одного то есть соответственно еще разок да нам пропоршинал вот в эту сторону чуть-чуть больше сделаем вот они две на разных уровнях то есть вон она одна плоскость вот она вторая плоскость то есть делали идем дальше здесь вот эти плоскости будут большие то есть я для начала поставлю вот эту скажу что у нас вот эта часть то есть здесь она будет большая то есть берем простой plane соответственно alt ставим там где у нас наши индикаторы вот растягиваем там насколько то это все но тут я бы лучше сильно много не растягивал потому что придется переключиться обратно вот так вот у нас здесь все плоскости они третьей степени то есть я возьму сделаю вот так простые плоскости поверхности выделю вот и скажу что они первой степени то есть мне третьей не надо там можно установить это в настройках самой плы самого плейна то есть сказать вот здесь единичка вот так пускай будет вот и они будут теперь и теперь получается каким образом лучше поступить здесь у нас получается линия проходит далеко я возьму просто-напросто object edit extend вот выделю вот это ребро и потянули и вот сюда ну внутрь арки вот тогда то есть это получается верхняя теперь мне нужно установить нижнюю но опять же сказать что у нас вот она эта часть то есть surface creation и теперь получается у меня вот тут ну вот чуть-чуть отдалиться сказать что это вот так то есть не хочется дополнительно создавать плоскость переключиться обратно вот сюда и прийти сказать что мы расширяемся то есть расширяем вот эту часть вот сюда вот наши две плоскости есть то есть это вот такая часть получается можно сделать следующую плоскость это вот эту да то есть она здесь нам прям сразу показывает где это все будет то есть вот сюда нужно поставить опять же создаем поверхность ставим получается вот сюда для начала увеличим там до какого-то момента и дальше расширим опять же переключимся вернемся домой посмотрим насколько ее там надо подпродлить пойдем в extend сделаем вот тут вот тогда то есть как бы вот она есть соответственно теперь следующая у нас будет это вот это вот она ну опять же можно топ как бы здесь совершенно не важно с какой стороны хоть ботом хоть топ тут роли сильно это не играет то есть вот сюда ее поставить увеличить и растянуть то есть получили вот такую ситуацию дальше переключаемся обратно и возвращаемся домой смотрим что у нас здесь то есть передние части мы уже все почти сделали на верху на крыше тоже сделали все соответственно делаем следующее ну выбираем любые как бы то есть вот тут пускай будет ботом нам какая разница что выбирать то есть вот она сразу на становится и и любить когда я будет и просто бумаги на что называю ты можно нажать и заправить а там не видно что можно то есть потом вот это нормально что идет и указывать на наées здесь вот есть вот такая вот здесь вот эти вот крыше мы сейчас стараемся так идет��авно сейчас сделаем с куこれ то есть сейчас в общем вот эти вот наши вот эти вот эти вот в правильную вот так вот мы уже проведем то есть вот тут ну то есть у меня получается вот этот момент перескочил наперёд но у меня xyz вот он то есть вот здесь на задней части поэтому тут тоже желательно смотреть это сделаем вот так опять же переключимся вернемся на место важно их не двигать никуда потому что может это все сбиться да то есть возьмем вот это перейдем вот сюда и возьмем плоскость то есть она вот расширим и растянем опять же переключимся и вернемся на место ну как бы возвращаться на место принципе удобно вот то есть вот эти части мы сделали у нас получается осталось еще четыре четыре плоскости которые нам необходимо доделать да ну возьмем маленькую то есть возьмем вот эту скажем что это сверху то есть вот она то есть там где вот эти наши локаторы индикаторы ну опять же расширим и растянем вот так да переключимся но действия стандартные как бы то здесь от нас никто ничего такого сильно большого не требует вот нам нужно просто пройтись так сказать утром по россии ну-ка то есть приходим вот сюда переключаемся сначала чуть расширяем вот а потом выходим выводим за границы нашего объекта опять же переключились вернулись домой то есть ну вот эти все моменты они как бы останутся в пальцах то есть делаем получается вот это и каждый раз мы можем спокойно возвращаться к тому что есть да то есть получается мне необходимо ее поставить для начала серфа из корейшен вот тут желательно посмотреть куда потому что можно поставить не туда и хотя плоскость будет как бы плоскостью мы в нужном месте поэтому тут ну желательно в центр ставить и расширились да и соответственно переключились пришли вот сюда и тут у нас последняя часть которую мы еще не сделали это вот это то есть вот это вот часть на которой еще плоскости нет то есть переключаемся и приходим сюда приходим сюда приходим вот сюда ставим это все расширяем и увеличиваем да то есть увеличили все вернули на место все есть но с этими плоскостями пока что мы справились переключаемся возвращаемся получаем вот такой момент у нас все плоскости есть то есть у нас отдельно получается что как плоскости обычные конструкционные плоскости отдельно у нас кривые но вот эти вот кривые вот эти которые здесь дополнительных нужно перенести вот сюда вот с этим справились то есть как бы пусть они там ну единственно можно конечно проверить еще разок то есть включить попытаться вот эту часть вот там получается нужно включать и кривые но плоскости вот они infinity plane да вот они все у нас здесь есть их можно сказать там visible можно попробовать еще раз включить отключить вот но они у нас все находятся в нужных местах то есть вот если отключить то мы получаем вот такую ситуацию в общем я вот эти вот уже трогать не буду все плейны вот вот эту тоже выключим вот это выключим теперь получается мне нужно взять кривые вот этим то есть вот тут желательно вот это переместить то есть я кривые еще разок вот эти выделю все их немножко не туда перенес не их нужно на xz перенести вот туда вот теперь если перепроверить получается вот они у нас все есть на месте то есть мы и появились соответственно наши плоскости плоскости то есть все на месте все отлично и все они есть то есть там впереди 2 вот здесь 2 соответственно вот здесь 2 здесь на верху 2 здесь у нас 3 здесь у нас 4 то есть все есть вот это выключаем то есть только не мышь а вот эти части теперь нам надо x и y да то есть мы определялись вот этой частью как с ней быть то есть тут же у нас тоже какие-то наверное скорее всего должны быть нюансы моменты вот я вот эту часть перенесу под слой вот так чтобы у меня здесь вот эта группа была одна соответственно следующая была другая здесь получается такая ситуация мы создаем новый слой и ставим что это си-плейн только си-плейн это x y вот так да находимся на слое вот нам прежде чем си-плейн эти создавать нам надо сначала спроецировать кривые то есть я вот эту часть переведу в активное состояние мышь приду вот сюда скажу project можно вот так отсюда да и применю применю соответственно скажу проекция вот она проекция то есть у меня теперь кривые если убрать мышь вообще полностью да сказать что у нас не отображается вот мои кривые вроде они как бы там все ровно все нормально но потом после перестроения там может получаться какая-то ерунда они сейчас еще с историей построения то есть на виде сверху можно не на виде сверху можно вот здесь вот тут у меня получился разрыв да вот то есть она куда-то тут доходит и дальше там пошел разрыв то есть нужно ли так мы я предположим возьму вот эту кривую вот эту кривую выделю то есть не проекционная просто изначальную кривую вот и скажу что она чуть-чуть подвинется чуть-чуть вниз вот приблизительно вот так и теперь у меня там это все сократилось но как бы вот эта часть вот здесь вот 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 ее можно потом подтянуть то есть среднюю свишку у нас есть возможность подтягивать да то есть мы можем взять себе вот тут и сказать что она там если поставим чуть-чуть побольше но я поставлю 5 вот тогда чтобы видеть что там происходит вот эту свишку вот эту можно чуть-чуть подвинуть то есть там опять же до такой степени чтобы там осталась кривая потому что кривая нам нужна вот ее можно подвигать там еще чуть-чуть то есть тут как бы уже можно на этом виде смотреть вот то есть если я ее еще буду двигать вот я тут вижу куда она смещается ну то есть сместить ее можно аккуратно и без проблем она вот пускай будет вот так можно там правда еще очень чуть-чуть ее сместить есть еще раз взять свишку на сказать moved и еще чуть-чуть ее подвинуть ну то есть ну например вот так можно там еще точнее но я остановлюсь вот так пускай будет вот так то есть меня здесь кривые все есть вот они они в данный момент фиолетовые вот так зеленые, то есть имеют историю построения то есть теперь у меня получается такой момент поскольку я это все спроецировал то я могу, наверное, спокойненько вот эти вот кривые спроецированные с историей выделить все вот так вот так, да и сказать, что это у нас новый слой вот здесь внизу project curve xy только на английском языке xy вот так, чтобы проекционные кривые хранились на отдельном слое то есть они могут выключаться там все есть, но они могут выключаться то есть на этом все вот тут вот этот слой можно скрыть он нам уже не нужен нам нужны только проекционные кривые теперь идем на вот этот слой соответственно создавать плоскости плоскости мы будем создавать очень просто так же, как мы и создавали в первом случае берем plane по трем точкам соответственно можно даже сразу отключить mesh body чтобы он не мешал вот, то есть берем тут берем тут берем тут берем тут плоскость плоскость соответственно следующее берем тут берем вот тут берем вот тут плоскость, плоскость, плоскость то есть все идет вот в плоскость и вот она плоскость все отлично соответственно дальше создаем по трем точкам где-то берем вот здесь где-то берем вот тут и где-то берем вот тут плоскость, плоскость То есть следующий коллектив для марлезонских танцев с плоскость, плоскость, следующий, соответственно плоскость и вот тут ставим плоскость, то есть next plane плоскость. Вот она, вот они плоскости наши, то есть теперь нам осталось построить обычные плоскости, то есть берем создаем новый слой, говорим что это plane, plane xy, переходим на него и будем смотреть, то есть переходим на создание плоскости, берем plane, ну для начала прежде чем брать plane нужно установить плоскость, да, то есть time, оп и поменялось и вот переходим вот так, вот она у нас перевернулась, теперь берем plane, соответственно ставим вот так, берем увеличиваем, растягиваем, можно сразу же переключиться, вернуться, то есть вот она вот такая часть, я обычно делаю геометрию, ну геометрию вернее меняю плоскость экстендом, то есть продляю до того варианта, насколько мне необходимо, то есть ну приблизительно вот так, можно даже уменьшить вот так, прям до кривой, то есть вот она плоскость получилась, все есть. Следующее, вот это, то есть топ, соответственно идем строить плоскость, вот ставим сюда, пока что увеличиваем вот так, вот потом там увеличиваем до какой-то степени, переключаемся, возвращаемся на место, смотрим, да, ну и опять же Object Edit Extend, продляем до того состояния, как необходимо, то есть продлили, убрали, чуть-чуть убрали, там сильно прям много не стоит делать, лишь бы она была просто длинной, да, то есть вот они две у нас есть, соответственно теперь сделаем вот эту, то есть вот она, идем сюда, она будет довольно таки длинная, то есть нам нужно поставить вот сюда, переключиться вот так, да, и потянуть ее, там очень большую сделать, опять же переключиться, перейти сюда, посмотреть, что с ней там происходит, соответственно вернуться сюда, сказать давай подвигайся, ну вот она там приблизительно, ее в любой момент можно удлинить, то есть как бы на это вообще не стоит обращать внимание, то есть вот они части, идем следующую ставить, то есть вот эту, вот он у нас топ, ну то, что он так переворачивается, как бы ну и пусть себе переворачивается, нам какая разница, все вообще совершенно без разницы, но важно попадать в центр вот сюда, вот, то есть увеличиваем вот так, увеличиваем вот так, переключаемся, возвращаемся, то есть вот вернулись, да, ну я не рекомендую это дальше стрелками там как бы двигать, вот, пускай оно там остается таким как есть, но вот это можно уменьшить, вот это можно уменьшить, ну может быть вот так, вот, теперь следующее, то есть set plane, соответственно получаем, вот она, ставим сюда, делаем ее такой, делаем ее чуть-чуть побольше, то есть переключаемся, и опять же возвращаемся на место, да, и проверяем, какой она должна быть, она там вот будет отклоняться, но как бы это нормально, то есть это хорошо, пусть себе отклоняется, потому что, ну так, так нужно, то есть мы еще потом проверим все вот эти моменты, ну вот она, да, плоскость, и получается у нас осталось последнее, вроде как, то есть вот это, соответственно топ, если потерялись, можно вот так найтись, берем нашу плоскость, соответственно приходим вот сюда, увеличиваем и увеличиваем, и переключаемся, возвращаемся на место, то есть это будет довольно-таки большая, то есть Object Edit, соответственно Extend Merge, продляем и продляем вот там туда, но уменьшаем вот тут, вот, то есть вот она, наша часть, ту, которую мы сделали, да, теперь отключаем наши плоскости, отключаем наши проекционные кривые, вот эти вот поверхности, вот эти, я возьму, сделаю копию на другую сторону, прям так, груда там вот эта сложенная, да, то есть плейны у нас есть здесь, теперь достаю плейны вот эти, и вот здесь поставлю тоже такой же самый цвет, чтобы у нас там все было одинаково, скажу вот так, вот, ну тут получилась такая замечательная штука, и теперь включим наш меш, да, то есть вот мы пришли, теперь смотрим, что у нас есть, вот она у нас плоскость, вот, я пока что, получается, сделаю таким образом, ну как бы, сделаем вот так, я возьму, выберу меш, вот так, да, и выберу вот эти плоскости, которые у меня, то есть первую, вторую, третью, четвертую, вот, и скажу hide and selected, то есть все остальное мне пока не надо, да, но я правда выбрал еще одну плоскость, то есть вот эту можно скрыть, сказать invisible, вот, что у нас теперь, только я, получается, скрыл лишнее, ладно, вернем еще раз, только выберу я уже, теперь вот так, то есть вот тут, вот тут, и вот тут, и теперь будем говорить ему hide and selected, вот, теперь все нормально, то есть у меня здесь 4 плоскости, получается, есть, их можно подпродлить, если там прям сильно хотеть, то есть выбрать вот тут, и вот тут, чтобы одинаково это все было, да, и чуть-чуть их там выдвинуть, например, сюда, сказать, дайте мне вот эту часть и дайте мне вот эту часть, то есть шифтом чуть-чуть их там вот так потянуть, и вот эти части тоже чуть-чуть подвинуть, вот так, то есть, ну, получается вот такая ситуация, можно вот эти выдвинуть, то есть чуть-чуть, но опять же их там можно, как бы, так вот это выделить, и, соответственно, вот это, то есть продлить вот так, ну, чтобы они там немножечко выходили за, теперь у нас есть, получается, какая возможность. Если мы вот эти плоскости создали, вот, то на виде сверху, ну, например, как вариант, мы можем спокойненько, то есть мы создавали x, y, да, нам нужны просто кривые x, y, вот, которые у нас есть. И вот я сделаю такую штуку, то есть я ему скажу, давайте мы их спроецируем, то есть вот проекция, да, у нас здесь проекция, получается, curve-on-surface, проекция fit-curve и проекция match-original. Я скажу, давайте match-original, то есть вот. И проецировать я их буду просто по z, то есть получается, какой вариант. У нашей плоскости, у нашей плоскости, да, мы могли сделать каким образом? Ну, наверное, скорее всего, сделаем вот так. То есть вот это наша, ну, получается, вот это наша кривая. Ну, вот она, то есть я вот тут выделю, да, вот эта кривая. Она может быть сделана вот в этой плоскости, то есть она проецироваться будет, соответственно, вот сюда. Вот, и вот там вот она проецироваться будет вот туда. и она будет вот так, например, вот. А вторым вариантом мы могли сделать кривую где-то вот в этом месте и спроецировать ее вот сюда, да. Чертежники художник с меня так себе, поэтому... Ну, то есть у нас есть два варианта, либо сбоку, либо сверху. Ну, я предпочел сверху, поэтому вот поставил. Теперь я могу спокойненько проецировать это все на место. То есть Elias мне позволяет делать такую штуку. Я по Zed хочу вот эту кривую, вот эту кривую, да. То есть, ну, мне для начала, он сначала говорит, выберите поверхность. Я ему говорю, давайте выберем вот эту поверхность. Нажмем Go и скажем, давайте вот это спроецируем ровненько. И спроецировались. То есть, как бы, наверное, кривая у меня будет в плоскости, правильно? То есть, такой, как она мне нужна. Если я переведусь вот в этот вид, и она, наверное, такая же будет, по идее, как она мне нужна. Потому что все-таки плоскость у меня проходит через спроецированную изначальную кривую. Но спроецированная кривая, она имеет большое количество сегментов, да, поскольку Mesh. Для того, чтобы этих сегментов не было, мне нужна вот эта плоскость. И плюс теперь, как вариант, то есть, что мне дает эта возможность, что у меня здесь появляется. У меня здесь появляется такой вот случай, да. Я у этой плоскости могу менять, то есть, точно ее подстраивать. Вот она в плоскости, то есть, я могу точно подстраивать. То есть, получается вот такая ситуация. Вот тут она у нас имеет кривизну, да, она же не в плоскости, правильно? А вот тут она у нас в плоскости, вот. Поэтому вот это правило соблюдается. То есть, все основные линии получаются у нас в плоскости. Вот, и мы попадаем вполне себе так отлично. Дальше ее там можно корректировать, вот, двигать. Она имеет историю построения, да. Соответственно, мы, если по нормали это все будем двигать, то она все равно будет оставаться в плоскости. То есть, что имеется в виду. Если я ей добавлю, например, там пятую степень, ну, предположим, пятую степень, пускай я просто точки поставлю, например, вот здесь, точка вот здесь, там вот здесь и вот здесь. Вот. Если я буду двигать по нормали, у меня просто движение будет вот так, вверх, да, туда-сюда, вот вверх. То есть, для придания формы. Вот. Соответственно, она все равно будет в плоскости. То есть, transform CV, normal, ну и slider CV. Вот. И получится в плоскости она так и останется. То есть, она не поменяется. Если я буду двигать ее XYZ, то я, соответственно, плоскость собью. Если она не второй степени. Если она второй степени, то я все равно остаюсь в плоскости. Вот. Соответственно, вот таким вот образом. Можно вот эту кривую, которая проецируется, вот там внизу на плоскости, вот которая лежит на плоскости, какой я брал, то есть, вот эту сразу привести к нужному варианту. Например, там поставить третьей степени, предположим. И получить возможность сделать проекцию кривых. Я пока что сделаю проекцию кривых просто. То есть, мне нужна вот эта плоскость. Соответственно, я подтверждаю. И дальше выбираю вот эту часть и проецирую. Вон она там спроецировалась. Она все равно соответствует тому, что мне необходимо. То есть, получается вот такая ситуация. И дальше, опять же. Это у меня только две, получается, проекции кривых. Вот. Я их могу потом скопировать. Как бы сейчас это не сильно критично. Я скажу visible. Вот. И X, Z пока выключу. То есть, оставлю вот эти. Теперь мне надо определиться, на что я буду проецировать это все как бы дальше. То есть, вот тут у меня плоскость не сильно большая. Поэтому мне желательно ее экстендом потянуть. То есть, Object Edit Extend. Вот эту. И, соответственно, вот эту. То есть, потянуть, чтобы она была там чуть-чуть дальше. Потому что кривая спроецируется плохо. То есть, опять же. Матч Original. Соответственно, мне нужна вот эта вот поверхность. Вот эта, да? Поверхность. Подтверждаем. Соответственно, вот эта сюда. Раз. И теперь следующая. Вот эта поверхность. Подтверждаем. Вот эта сюда. Два. Вот она. Теперь получается внутреннее, да? То есть, вот это подтверждаем вот этой. Вот. И вот это подтверждаем, соответственно, внутренней вот этой. Вот она. Теперь можем спокойненько плейные эти скрыть. Только они здесь получаются спроецированные кривые. То есть, вот эти все вообще кривые, которые вот сейчас здесь находятся, их можно переместить на слой Curve XY. Вот так. То есть, чтобы у нас плейные уходили, а кривые были на месте. Вот. И теперь, если мы переключимся вот так. Вот они наши эти части. Вот здесь можно продлить дальше. То есть, как бы ситуация вот такая. Возьмем кривые. Выключим у них вот так. И посмотрим, что у нас здесь получилось. То есть, если смотреть на вот эту кривую, мы как бы не понимаем, да? Плоскость она не в плоскости. Она оказывается вот в плоскости. То есть, и там пойдет наш филет, да? Для филет. Ну, какой он там ширины будет? Вроде не сильно широкий, поэтому. Вот здесь у нас все есть. Тут можно сразу подравнивать кривую. Плоскость изменять. То есть, подравнять она станет точнее. Но она вот в плоскости. То есть, когда делают мэш. Ну, вот когда, предположим, в 3D Maxi делают, да? Плоскости не ставятся. Поэтому вот эти все линии могут гулять. Если мы ставим плоскость, то, соответственно, у нас линии вообще не гуляют. У нас математика. У нас идеальные линии. Поэтому, кто бы там что-то не доказывал по поводу, да вот, я могу полигонально сделать такую машину. Добрим такую машину, такую линию или там сабди. Да не можешь ты сделать этого и все. Забудь. Вот, просто забудь. Если ты только на, предположим, ставишь плоскость и, предположим, полигоны за каждую, за каждую, ну, контрольную точку, контрольный вертекс, таскаешь их в плоскости, тогда сможешь. А так нет. За этим никто обычно не следит. Но у нас здесь просто делается проекция, делается плоскость. И мы к плоскости этой можем привязываться. И дальше плоскостью управлять для того, чтобы подвигать так, как нам необходимо. Вот. И, соответственно, смотрим. Вот эта большая линия, вот она идет через весь. Ее можно тоже вот здесь чуть-чуть подправить. Вот. Она все равно спроекцирована на плоскость. Соответственно, здесь подправить. Вот. Она начала уходить. Вот. То есть, она начала уходить. Вот место ее ухода, да, вот тут. Значит, вот здесь будет blend, вот. то есть если переключиться вот сюда вот она идет 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 вот но она идет вот там вот ровно вниз а здесь она к двери приходит вот это будет у нас третья степень по кривизне то есть она шла шла пирожок нашла вот тут ну и соответственно пришла то есть получается вот такая ситуация вот тут будет тот же самый вариант вот она шла вот эта линия шла вот сюда дошла вот до этого момента Можно чуть-чуть ее вернуть назад будет. Тут тоже третья степень, соответственно, будет по плоскости. Можно плоскость продлить, спроецировать еще одну кривую, и мы получим... То есть здесь же не простой переход. Вот ребро жесткое, вот ребро. И вот ребро жесткое и чуть-чуть растворяется. То есть оно жесткое вот там, а растворяется оно вот тут. И переходит дальше, соответственно, по линии. Вот эта часть, опять же, если на нее смотреть сверху, вот так, она вот имеет кривизну, да, вот тут. И как бы она не должна быть в плоскости. Но она вот в плоскости, вот она в плоскости, вот. То есть вот плоскость. И получается ситуация вот такая. И теперь мы можем спокойненько взять, сделать... Ну, выделить вот это все, да, по поводу кривых. И сказать, давайте мы это все, например, там, толкнем на другую сторону. Чтобы у нас там два вида было вот таких. Вот наши основные линии тут. Это на одной, скажем, части. На второй части будет по факту то же самое. То есть я вот это выключу. И пойду смотреть X, Z. Да, у меня здесь вот эти кривые. Вот они есть. У меня здесь вот эти плоскости есть. У меня здесь вот эти части есть, да, получается. Вот они. То есть вот они кривые. Здесь будет немножечко ситуация иначе. То есть почему иначе? Здесь можно делать то же самое фактически. То есть как бы... Единственное, только желательно, конечно, вот эти вот части поисправлять. То есть сказать, Object Edit Extend Merge. То есть вот это сюда удлинить, а вот это укоротить назад, да. То есть я там как бы делал и чуть-чуть... Ну, здесь такие мелкие подвижки могут быть. То есть они не особо на что влияют, но... Желательно их сделать, да. То есть посмотреть до какой степени там доходят поверхности. Вот. И их... Немножечко исправить. То есть некоторые укоротить, некоторые удлинить. Здесь получается... Желательно все-таки посмотреть, что удлинять, что укорачивать. Тут вот так. Вот эту можно чуть-чуть на место. Вот эту можно чуть-чуть привести в норму, да. Вот эту можно выдвинуть, вернуть на место. Ну, то есть перепроверить их на всякий случай, чтобы... Как бы потом не искать, где и что. То есть вот эту часть... Удлинить. Вот здесь получается удлинить тоже. Ну и вот эту часть тоже, да. На вывести вот так. То есть получается вот такой вот момент. Ну вот эту можно пока что вернуть, и вот эту можно тоже пока что вернуть. Вот. Вот она эта часть. тут получается будет может быть немножечко иначе в плане чего в плане того что мы здесь можем получать пересечения то есть я пересеку это все и потом перенесу то есть у меня получается вот здесь x y project curve то есть они вот есть но project curve у меня xz нет поэтому я вот тут сделаю соответственно слой который назову project curve xz вот так да и получается перейду вот сюда мы что здесь есть такая штука mesh intersection значок пересечения мыши то есть выбираю он мне просит возьмите мышь вот мы подтвердили мыши вот это все пересечем то есть пересечем пересекли вон там появились эти все вещи вот я пересеченные вот эти кривые все вот эти перенесу на вот этот слой вот так там история построения не исчезнет то есть она остается на месте с ней ничего не происходит но я отключу плейны вот мои кривые и вот тут сразу ответ на вопрос то есть у меня был вопрос один такой веселый вопрос как делать крышу вот он ответ на крышу вот вот эти линии вот эти линии вот он ответ на крышу какой она должна делаться то есть у меня получается изначально я делал когда в тигуане там вот эту часть строил я делал ровно вот так то есть это неверно ровно делать нельзя все вопрос исчерпан то есть вопрос закрыт его больше нет вот он показывает нам как это все делается то есть просто простые обычные линии вот она сбоку видно вот соответственно на вот нам показывает как это все работает вот мы же видим линию правильно здесь видим линию все что какие еще вопросы могут быть больше наверно никаких то есть получается если бы у нас линия шла но я возьму вот так сделаю да то есть вот это правильно то есть я поставлю выпускает зеленый цвет яркий да то есть мы еще раз ее продублирую вот это зелененькая правильно мы будем пользоваться принципом светофора да красный не иди желтый внимание зеленый все отлично в жизни солнце светит и птички поют то есть вот тут все отлично если бы я делал вот красный я скажу неправильно вот таким вот образом то есть если я делаю вот так это неправильно да ну то есть так не будет вот так это неверно только лучше взять простую линию то есть вот это неверно вот и мы видим теперь отличие то есть вопрос закрыт надеюсь ну по крайней мере я для себя вопрос закрыл как правильно делать у меня был этот вопрос теперь у меня его нет сейчас можно говорить да закрыт гештальт но это не гештальт это совсем другое то есть у нас вот все есть по поводу кривых то есть у нас есть кривые одни которые мы можем подправлять вторые кривые которые у нас тоже есть мы можем тоже их подправлять то есть фактически мы можем подтягивать да вот у меня там она чуть чуть дальше я могу плоскость взять ну предположим то То есть вот мои плоскости. Я хочу чуть-чуть поменять. Я беру, соответственно, объект. Вот эту нашу плоскость. Включаю у нее точки. Беру точки. Вот эти, да. То есть мне нужно чуть-чуть это подвинуть. Беру Move. И клавишами чуть-чуть плоскости подвигаю. Там сразу кривая перестраивается. То есть она сразу перепроецируется. Поскольку история построения есть. Все, справились. Соответственно, до свидания. Вот эта часть. Вот она вся часть, которая... То есть как себе сделать эти плоскости, да. Ну вот таким вот образом. То есть у меня вот тут. Вот если вернуться на вот этот вид. У меня вот здесь вот. Вот здесь чуть-чуть не доходит. Вот, ну видно, да. Чуть-чуть вот как бы идет. То есть получается вот тут идет все нормально. Соответственно, вот здесь нет. Опять же тот же самый вариант. То есть достать плоскости. То есть мне нужно достать плоскости. Ну получается у меня скорее всего не вот эти плоскости, а вот эти плоскости, да. Вот, соответственно, взять объект. Вот этот. Либо верхнюю, либо нижнюю, либо обе. То есть включить точки. Выбрать точки. Прийти там на вид сверху, вот. И, соответственно, что? Подвинуть. То есть пока я мув не убирал. То есть выбрал мув, да. И подвигаю. Вот, подвинул. То есть вот я подвинул, она стала на место. То есть очень быстро и хорошо. Соответственно, боковую плоскость вот эту можно выбросить. Она как бы не нужна. Ну, выбрать вот эту, скопировать. Вот так это все, как бы, наверное, и происходит. То есть вот эти части. Соответственно, добавим плоскости вторые. И вот наш этот вариант, который нам нужен. То есть, ну, вот таким вот образом это все весело и прикольно делается, да. Наверное. Ну, если найти еще основные линии, которые здесь есть, то можно, опять же, сделать это все. Плюс еще такой момент. Ну, вот я буквально пару дней назад начал пересматривать курс Керри Кингстон на сайте Alias Workbench.com. И там есть две методики построения той же самой колесной арки. Вот. Но там колесная арка фактически строится двумя вариантами, да. То есть нам предлагается какой момент? Взять плоскость. То есть, опять же, можно какие-то вопросы себе закрывать. То есть берется плоскость, где-то вот здесь ставится. Соответственно, она увеличивается. Вот она вот такая, да. Ну, я ее подвину вот в этом виде наперед, чтобы она тут у нас чуть-чуть вышла. Можно сделать ей вот так. Ну, и, соответственно, ее надо чуть-чуть держать за самой аркой, да. Вот. Можно чуть-чуть это подвинуть. Немножко это смасштабировать по вот этой оси. Ну, до какой степени масштабировать? Здесь как бы такой... Ну, чтобы арка входила. Вот она вошла, да. Чуть-чуть это сдвинуть в эту сторону. Ну, вот так предположим. И сказать, что она у нас 3 на 3. Ну, для начала 3 на 3. Можно 2 на 2, но можно 3 на 3. Здесь как бы кому что. То есть вот она вот такая. Мы берем вот эту часть, включаем у нее. Точки подвигаем ее так, как нам нужно. То есть тут можно сделать вот так. И, соответственно, двигать до той степени, пока она вот здесь вот не появится. То есть отодвинуть ее чуть-чуть назад. Вот. Перейти на вид сверху, например, там... Ну, можно сделать так. То есть взять Mesh. То есть я там проецировать, конечно, ничего не буду. Но я выберу просто-напросто вот эту часть. И выберу вот эту часть, да. И пока что скажу Hide and Selected. Вот это. Все. Ну, оно мне не надо. Взять CV-шки. Сказать вот так вот Move. То есть до вот этой степени, да. Здесь эти CV-шки взять. Сказать только... Вот в эту сторону. Ну, предположим, вот так, например. Вот. То есть она там начинает выходить за рамки. Ее можно подвинуть. Опять же, нам никто не запрещает это сделать. То есть по Y можно ее потихонечку оттянуть вот так назад. Вот. И нижние CV-шки. То есть на каком-то виде. Ну, или сзади, или спереди. То есть взять CV. Вот эти, да. И потянуть там. Так, как... Это нам необходимо. Ну, чтобы она там вышла. Ну, тут как бы получается такой момент. Можно делать вторую степень, можно третью. Ну, тут если вот так идти, то придется вот тут чуть-чуть это все подтянуть. Но лучше по одному направлению все-таки делать вторую степень. Она более плавная будет. То есть посмотрим по какому. Вот по вот этому, да. То есть пока что. То есть по одному направлению 3, чтобы можно было корректировать. По другому направлению 2. Вот. И, соответственно, если взять CV. То есть, что там предлагается как два варианта. Ну, вот она вот такая. Ее, конечно, можно там подравнивать. То есть взять HAL. Здесь уже по нормали можно идти. То есть нормаль, HAL. Сказать, что это... Ну, пускай будет 5. Выбрать вот этот HAL, да. И потянуть его по нормали. То есть этот вот сюда. Вот этот внутрь. Ну, чтобы она там появляться начала. Хотя бы чуть-чуть. Вот. То есть, ну, будем считать, что подравняли. По мыши все равно там все криво. Поэтому как бы... Вот она математически выравнена, да. То есть нам предлагается вот такая часть. И дальше нам предлагается способ какой. Построить кривые по арке. И вырезать вот в этой плоскости. Вырезать просто-напросто в этой плоскости. Арку готовую. Ну, то есть, как бы получается такая ситуация, да. Мы строим... То есть помимо плоскости, мы там на плоскости проекционной, да. На конструкционной плоскости строим кривые вот эти вот две. Строим вот эту вот нижнюю и вырезаем. То есть у нас получается вот это все пойдет в черный. То есть маска, да, обычная маска фотошопная. Вот это все в черный. А вот это у нас остается. Вот эта часть останется. То есть это один вариант построения арки. Вот такой. Вот. И мы имеем возможность его подтягивать. То есть увеличивать количество CV-шек на плоскости. И подтягивать там, придавать форму, получать нужный результат. Вот. Это первый вариант, который предлагается. Вот. А второй вариант, какой предлагается, это оставить вот эту плоскость такую же. Опять же, построить кривые. То есть построить вот здесь кривые одну, построить offset там вторую. Ну, вот эти кривые, они будут лежать на конструкционной плоскости. То есть они не на этой плоскости лежат, но на конструкционной там дальше, да, посерединке. Взять, сказать, project curve, то есть с опцией match original, спроецировать их вот сюда, вот сюда, вот на эту плоскость. Вот. Они будут иметь форму плоскости. И потом скином просто их соединить, и у нас получится вот такая часть. Вот. Но в первом случае там она будет обрезанная поверхность. Она не будет чистая. А вот во втором случае она будет обрезанная, вернее не обрезанная, то есть она будет чистая. Вот. То есть два варианта. Ну, первый вариант мне вообще не нравится, потому что, как бы делать вырез из плоскости еще то дело. Вот. Ну, как бы такая ситуация. Ну, мне больше подходит вот это. То есть я могу форму плоскостью, то есть форму арки я могу плоскостью сделать идеальную, да. То есть на мэше, понятно, там будут какие-то косяки, какие-то глюки, какие-то непонятные вещи. Но математически идеальную форму я могу сделать плоскостью, например, там 2 на 2. Это арка по обеим, по обоим направлениям. Либо там 3 на 2. Вот. То есть это будет форма. Потом на эту форму спроецировать кривые, то есть их построить, понятное дело, спроецировать их. И они у меня будут иметь форму идеальной поверхности, вот этой, которая есть 3х2. И потом просто скином соединить это все. Получить вариант. То есть, поскольку есть матч ориджинал, они будут соответствовать оригинальным построенным кривым. То есть, вот эти кривые, которые мы на конструкционной плоскости строим, и потом проецируем на вот эту плоскость синюю, они будут иметь одинаковое количество CV-шек и одинаковую степень. То есть, матч ориджинал соответствует оригиналу. И в итоге получить отличную колесную арку. То есть скином соединить и все. Но опять же, если это, предположим, скан, можно возиться очень долго, подтягивать это все, попадать в миллиметр, там, как бы ситуация такая. Но вот у нас по колесной арке, опять же, такие два предложения. Какое из них выбрать, это уже личное дело каждого. Но мне кажется, первый вариант, когда обрезается вот эта поверхность, он не подходит очень. Он для каких-то грубых, быстрых вещей, поэтому его можно использовать в виде черновика. А если нам хочется более-менее что-то аккуратное, то мы, соответственно, построим вот такую плоскость. Построим на конструкционной плоскости кривые, спроецируем кривые с опцией Match Original. И скином соединим и получим чистую поверхность. С тем же набором CV-шек, с тем же набором степеней, и спанов, если они там будут. То есть мы получим вот такую вот ситуацию. То есть, как бы, такой вот момент. Ну, по поводу колесной арки, там, опять же, я, например, для себя вопрос закрыл вообще конкретно. То есть, вот два варианта мне больше не надо. Третий вариант, это если я делаю скан и подгоняю там в один миллиметр точность, тогда я буду там сидеть и долго это все возить. CV-шки туда-сюда таскать. Ну, и в итоге получу там результат, который соответствует тому же скану, да. Если здесь вот так делать, то, соответственно, по простым мешам, по вот таким, я выберу вот такой способ. В Rina он тоже сработает. Но только в Rina не будет опции Match Original, то есть там придется еще кривые перестроить чуть-чуть. Ну, перестроение, если будет отклонение там в какую-то сотую или тысячную, это не сильно критично. Вот, если еще использовать Autodesk Shape, то там вообще будет отличное перестроение. Ну, то есть, как бы, в Rina это будет точно то же самое. То есть, проекции плоскостей. Вот, мы их, получается, вернем все на место. То есть, скажем, Visible. Вот, и вот такая вот ситуация у нас получается, да. То есть, приблизительно разобрались. Я вот эту, конечно, могу скопировать. То есть, Copy и, соответственно, Paste. Вот, и одну из них подвинуть, например. Она соответствовать, конечно, не будет. Вот, но это и не сильно критично. Я просто ее подвину. То есть, опять же, ее можно подровнять так, как необходимо. То есть, взять HAL. То есть, прийти сюда. Взять вот этот HAL. И потянуть его сначала по нормали. Вот тут, да. Взять нижнюю часть. Выровнять вот так. Взять вот этот HAL. И потянуть его. Ну, как-то вот так. Ну, то есть, как бы привести в норму это, в принципе, можно. Вообще, без проблем. Там можно повернуть чуть-чуть. Вот. Но я бы вот здесь, у этой поверхности, сделал все-таки 2 на 2. Прям вот так. Вот. И HAL-ами это все подвыровнял так, как необходимо. То есть, ну, скорее всего, каким-то вот таким образом чуть-чуть. И верхнюю там подвыровнял бы. Ну, она немножечко получается, еще CV-шки нужно смещать. То есть, не сам HAL, а нужно сместить CV-шки. Ну, можно HAL, можно CV. Тут, как бы, такой себе вариант. То есть, и включить вот так, да, и по CV-шкам там попробовать. То есть, они выделены по CV-шкам попробовать чуть-чуть это поизменять. Ну, в общем, форму изменить можно. Это, как бы, не сильно большая проблема. Вот. Можно отдельно по каждой CV-шке делать. То есть, по чуть-чуть их смещать и получать вот этот вариант, который нам необходим. То есть, ну, опять же, одну внутрь, вторую наружу и получим то, что необходимо. Но здесь будет идеальная вот эта часть. Вот. И потом спроецировать, соответственно, увеличить степень и получить все то, что необходимо. То есть, даже при том условии, что у меня здесь 2 на 2, я там кривые построю, например, 6 степени, они у меня все равно при проекции матча оригинала будут 6 степени. Вот. Бомбер выдохнул в данном случае. То есть, как бы, получается ситуация вот такая. Все это дело можно аккуратненько, ну, например, сказать, только выделить для начала. Сказать, что вот это нам не надо. Вот. И переключиться полностью вот так. Ну, то есть, вот она, наша эта часть, которую мы обтянули. То есть, можно таким способом идти. И плюс, здесь еще такая ситуация, что если, например, кривая идет через всю боковину, то можно посмотреть, каким бы образом ее расположить в плоскости. Если удастся ее расположить в плоскости, то остальные кривые все, можно спокойно на это все смотреть и дальше делать полностью необходимый вариант. по построению. Ну, то есть, я как бы оставлю это вот так. Здесь, конечно, такой веселый вариант по поводу поверхности. Но, опять же, замечания, комментарии пишем под видео. Кому что нравится, кому что не нравится. Здесь такое дело. Ну, это методика, это именно методика. То есть, методика заключается в чем? В том, что мы колесные арки двумя способами можем моделировать. Да, это раз. И в том, что у нас основные линии по корпусу автомобиля идут в плоскости. Если мы их делаем в плоскости, значит, все отлично. Все замечательно. Ну, я, может быть, привел не такой уж прям сильно хороший пример. Например, если брать Porsche, да, то там как бы сложновато по поводу линий. Там фактически будет на крыше, на лобовом стекле и задняя линия, где идет задний бампер. Ну, где-то, может, там впереди еще. Ну, а вот эти части скругленные, конечно, там посложнее. Ну, вот, если мы на модели видим жесткие линии, ну, предположим, вот я почему Audi выбираю, потому что там есть жесткие линии, и я могу спокойно строить просто плоскости для, так сказать, помощи. Вот, плоскости построил, кривые спроецировал. Если нужно что-то подтянуть, выделил на плоскости CV-шки, потянул так, как надо, выровнял. Все, то есть, кривые есть. Ну, и, соответственно, дальше уже эти плоскости нам по кривым, вот, например, как вот здесь, да, в этом месте, показывают, где кривая начинает уходить под мэш. Вот, в том чуть-чуть дальше отступаем, ставим третью степень, и вот здесь вот этот прогиб, он все равно тоже будет в плоскости. То есть, как бы, в данном случае все вот приблизительно вот так. Поэтому ситуация вот такая. Ну, я мэш вот этого Ягуара выложу. Можно на нем потренироваться. Я вообще вот этот файл, скорее всего, вот так вот, как он есть, выложу под видео, чтобы там долго не искать, не мучиться. Можно его проверить. То есть, для себя это все определить, посмотреть. Ну, и в конечном итоге мы, как бы, возвращаемся вот сюда, и вот наши тоже линии в плоскости. То есть, вот она в плоскости вот так, да, идет вот она в плоскости, вот она идет вот так. А так она идет вот не в плоскости. То есть, вот у нее кривизна есть. Поэтому здесь правило соблюдается в любом случае. И дальше можно спокойненько это все, как бы, делать, проектировать. Плюс помогают нам линии вот эти. То есть, наши кривые двигаться по построению. В общем, с конструкционными плоскостями, надеюсь, разобрались. И с основными линиями тоже, наверное, разобрались. Ну, и дальше можно, поскольку мы этот вариант, уже эту методику знаем, да, брать любую фотографию и мысленно простраивать плоскости по линиям, как бы они строились. То есть, смотреть на линии, находить их на автомобиле, на корпусе, да, и потихонечку тренировать, так сказать, свое мышление по поводу того, как бы мы строили вот эти вот плоскости. Здесь единственное, у меня возник только вопрос. Ну, не знаю, касается ли это меша, либо это такое. То есть, вот эта плоскость, вот она идет, вот она по линии, да, через весь корпус. Вот она сюда пришла, а вот тут она пошла дальше плоскость, а вот здесь отклоняется. Ну, как бы, такой себе вариант. Вот, если она должна быть вообще полностью плоской, тогда она должна быть через... То есть, она должна, например, начинаться вот где-то вот тут. То есть, я там ставил вот здесь точку, вот здесь и вот здесь. Ну, то есть, прицеплялся, да. Если она должна идти полностью через весь автомобиль, то нужно будет прицепиться где-то вот в этом месте, вот тут и вот тут. И тогда она будет точнее и будет идти ровнее. Ну, это уже дальше такие там нюансы, наверное, скорее всего, насколько я понимаю. Ну, и опять же, здесь еще плоскостей, как таковых, можно найти какое-то количество для того, чтобы дальше спокойно с этим работать. То есть, можно тут впереди вот эти вот... То есть, я имел в виду, вот она, линия идет, вот. И как она вот сюда приходит. То есть, и, соответственно, мы со всем этим можем спокойненько работать. Вот. Если плейны эти поскрывать, у нас, получается, остаются кривые. Ну, и, соответственно, пересекающиеся кривые, вот эти, которые Project, да, Project вот здесь, Project. То есть, вот эти все, они нами легко управляются, подтягиваются, и мы получаем то, что необходимо в конечном итоге. Ну, я вот эту часть пока отключу. Ну, то есть, вот, если впереди посмотреть, ну, например, вот эту часть, да, то мы видим уже, как бы, ситуацию. То есть, вот тут будет какой-то кусок один, вот тут будет притягиваться к арке тоже дополнительный кусок второй. То есть, уже мы начинаем, как бы, приблизительно видеть, как простраивать патчи вот эти. Вот. Ну, надеюсь, ситуацию донес. Возвращаю все на место. Два файлика, получается, у меня. То есть, вот этот файл полностью, и второй файл, который там с примерами. Ну, на этом все. 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 Продолжение следует...